20 на одну клеточку, а их всего 8 штук В одной телеге А ловить, как ты говоришь? Прям натурально бегаешь, ловишь что ли? Нет, они в клетках находятся Клетку открыл, замок схватил и передал другому Либо сам понес Ну и так вот весь день Их не надо было еще заталкивать и без перерыва считать Это не болты же просто, они же там перемещаются То есть это надо... Запах, да? Нет, запах не очень Ты просто подрабатываешь, это не твоя основная Именно работаем Работаешь, а ты учишься на машине стоящей Так год заканчивает? Я через год заканчиваю, уже последний год все Будешь не на этом же месте работать? Не, ну пойдем Графта ему надо идти дальше Пускай будет мастер В фабрике поди тоже механики, мы еще не будем Как будет, да, скороче Ну и все Тоже ты вовторишь? Я говорю, везде место с собой Нету работников Нету работников А, работников нету, конечно На следующем неделе не забывайте еще, что будет венчание у нас На самом деле, если семь, то восемь не будет еще Ну, давай Давай, давай, говори пока Ну, получается, на эту неделю у меня презентация закончилась Первый этап был в понедельник Второй В среду Первый этап это было, ну, крестировать Тесты там не сложные Я, правда, не думала, что стану с первого раза Потому что я готовилась, но не так, как обычно Обычно я прогоняю, чтобы сто и стабы Чтобы наверняка А тут я не все прогнала Ну, что тебе надо найти? Ну, на 90 человек, ну, по итогу баллов не ждала Ну, что тебе надо найти? Чтобы установить вот это Ну, там Вот так что-то прошло На второй этап А второй этап был уже, ну, через день в среду Да, где-то в колобочке Там нужно было продемонстрировать манипуляции Получается Давайте, Львов Николаевна, перестаньте Манипуляция ухода за постоянным путем компьютера Уйдите там, не вези Да, вы сами Да, вы сами Хорошо Там само-то посидеть Действия несложные Это то, что, ну, в обыденной жизни делаешь Там самое сложное Это то, что Это задачи, так сказать, символационные То есть нужно заучить еще текст Который ты приходишь, представляешься Спрашиваешь имя пациента Говоришь, что он идентифицирован в соответствии с листом назначения Потом спрашиваешь у него разрешение на выполнение манипуляции Вот так вот, много, болтовни много, да Ну, оно тебе все это пригодится Все когда-то На чем-то ты остановишься Что-то само немножко отойдет Ну, все это то, что ты сейчас учишь На пятерке Она это знает Молодец она вообще Ну, я, конечно, не все проговорила Но там этот Прокодной балл 70% Так что Хотели, чтобы на работу идти Да, это чтобы, как сказать, подтверждение того, что я могу Не знаю Дальше нужно давать плату, сказать, варенный билет получить, а потом на работу идти Пойдешь на работу и дальше учиться Ну, и то, и то Ты планируешь дальше учиться Да Так, ну что это, читаем, да? Может, у Лени есть что сказать? У нее есть петь, наверное Пусть не скажешь Пусть не скажешь Пусть не скажешь Ну, я так предполагаю Пусть не скажешь Пусть не скажешь Пусть не скажешь Пусть не окончается Это очень распространен У меня была отдельно даже целая лекция по этому делу Про то, что люди со временем чувствуют, как бы, сказать, что положенные усилия не соответствуют их ожиданиям И, поэтому они становятся грунтее, более жестокие Да, это очень часто как раз встречается на работе. Люди болит никогда не перестанут. Они постоянно ругаются, периодически ругаются. Да, тут именно милость Божья помнить о том, что все мы созданы Господом и Господь всех любит. Все нужно делать как для Бога. Песня такая есть «Березы». Витя Савченко попросил нам ее написать христианскую. Она там в одном месте не совсем правда. Длинно там показалось. С возрастом нас прошедшие ранят года, Осознанием вины в душах страх пробуждая. Если б молодость знала, а старость могла, А напрасно растраченном времени к Богу стеная, Пусть покатятся слезы горячим дождем, От присохших грехов совесть нам омывая. Слово Божье откроет нам сердце ключом, К покаянию нас призывая. Милосердный Господь не отринь, Не покинь нас горячей отцовской любовью, Блудным детям своим ты прощенье даруй, Омывая святой своей кровью. Ныне день покаяния люди настал, День, быть может, последний для многих сегодня, Нам его для спасения Бог даровал, Продлевая нам жизнь и здоровье. Самый главный для жизни отшествия час, Помоги нам с тобою, Господь, Встретить где-то, Примиренными с Богом, Путь в вечность начать, Озаренный божественным светом. Милосердный Господь не отринь, Не покинь нас горячей отцовской любовью, Блудным детям своим ты спасенье даруй, Омывая святой своей кровью. Иисус отошел и скрылся от Иоанна. Иисус отошел и скрылся от Иоанна. Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, И они не веровали в Него. Дозбудется слово Исаия пророка. Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Исаия 53 глава 1 стих. Потому не могли они веровать, Что, как еще сказал Исаия, народ сей, Ослепил глаза свои и окаменил сердце свое. Да не видят глазами и не уразумеют сердцем, И не обратятся, чтобы я исцелил их. Исаия 6 глава 10 стих. Ну там почти так же. «Хотя они и ничего не говорили», Говорит там толкователь Блаженный Феркалак. «Но проникая в сердца их, Господь видел, Что ярость их усиливается. Чтобы укротить их ненависть, Он и скрывается». Чтобы они не спали в небе. Вот видите, когда человек покидает собрание, Где он там учат беседу и так далее, Это говорит о чем-то. Вот Господь уходит, Потому что не хотел, Чтобы дальше эта ненависть выплеснулась. Потому что рано еще было. Хоть время уже и пришло, Он сказал в 12 главе, Сейчас скажу. В 20-24 стих. «Господь говорит истинно, истинно говорю вам, Если пшеничное зерно, падшее в землю, умрет, То принесет много плода». Это после того, Как подошли язычники Эллины к Филиппу, Потом он пошел к Андрею Филиппу, И они вместе пришли к Иисусу и говорят, «С тобой хотят говорить язычники». И Господь говорит, И исполнилось, Господь говорит, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Вот как он говорит. Ну, это здесь же выше. И потом говорит, «Почему?» Потому что ему надо было… Вот это тогда уже было. И вот они дальше его спрашивают, И все переходит в ненависть. И Господь потидает и уходит. Он не обиделся мне. Просто пришло его время уже. А оно придет именно когда? В пятницу этой же недели, В три часа вечера Придаст Господь Дух Божий. Вот так вот. «Почему они не могли веровать?» Написано. И Исаия говорит, «И народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое». Мы сегодня говорили о сердце, читали, что Господь излил в наше сердце любовь свою. Какое наше сердце было? Без любви. А его не было или каменное, Господь говорит. Каменное сердце. А нужно, чтобы было плотяное. Как понять, плотяное? Ну, обыкновенное сердце, которое чувствует. Оно бьется, сжимается. Оно, как брат говорит, курит. Тащит этих. Знает, что будет. Я хочу сказать, что не так давно. Я начал к рыбам это чувствовать. Раньше просто рыбачу рыбу. А сейчас смотрю и на рыбу, думаю. Рыбу тоже. Но это не сентиментальность. Это милость Божья Господь показывает. Он же их сделал живыми. И мы их не ели, этих рыб. Мягкое сердечное. Мягкое сердечное. Мягкое сердечное, да. Сочувствие. Ампатное. Сочувствие. Да, ну потому что все ближе и ближе та ступень, та грань, когда придется переходить. И вдруг Господь скажет, ну что, как ты там этих рыб отрезал? Сейчас у тебя тоже. Смертушка. Давай. Вот. Каменное сердце. Плотяное. А что значит каменное сердце? Почему оно каменное? Вот у меня каменное сердце. Ну, вот ты говоришь, у меня каменное сердце. Вот мне сложно посмотреть на тебя. Не у меня, а если у меня каменное. Ну, это определенное, должна быть определенное. Вот, ну, вчера, допустим, на берегу там собирали волонтеры мусор. Собрали мусор, кстати, опять набросали вечером. Это утром рано было. Я приехал там в 6 часов еще утра. И они там, нет, не в 6 раньше, попозже. И они там собирают. И там две девчонки собрали. И около машины у меня там собачки. Они их там гладят, собачек моих. А я там рядом поплыл, как раз гимнастику делаю в воде. И начал им рассказывать о Боге. И пришли к тому, что я начал, ну, такого возраста их, лет 15-16. О совести. О совести. О душе. Они не верят ни в душу, ни в совесть. Я говорю, вы не отличаете добро от зла? Ну, показывают. Вот так показывают. Ну, да, вот так. Я говорю, ну как, вот курите, пьете водку, ругаетесь матом. Что, неужели не чувствуете, что это плохо? Ну, как бы, да, видно, что чувствует, но это охота делать. Потому что сатана, Бога не знают, и теперь все заполняется сатаной. А сатана, он черствый, он бездушный. Почему не бумажное сердце? Бумажное, откуда бумагу бы кто знал? Бумаги не было тогда. Самое большое даже, что там было, даже пергамента не было в это время. Был тростниковая бумага из тростника. Но она же не называлась, она папирус называлась. Бумага называлась. Наверное, почему их называют каменным, потому что берется прямая аналогия. То есть каменное сердце, оно какое? Тяжелое, холодное и серое. Кое безжизненное. А плотяное, оно бьется, оно теплое, по нему течет жизнь. Ну и... Еще немножечко вывод. Каменное сердце, оно не может чувствовать. То есть, что-то ему не делать, то есть, ты ему в каву лезешь, у тебя теплое, холодное прикладка, оно не чувствует ничего. А живое, оно чувствует, и боль чувствует. Ну, все чувствует. А почему так... А почему так говорится, если Господь нам дарует веру-то? Почему? Ну, причем? Чем человек, чем виноват-то? Ну, дай Господи веру, да и все. Казалось бы. Почему именно Он, Господь, ко всем обращает? Он же и к нам сегодняшним обращается, и к пророк Исаия. Ну, тогда Он конкретно обращается к еврейскому народу и говорит, отниму у вас сердце каменное и вложу сердце плотяное. То есть, чувственное, милосердное сердце. Почему именно Он обращается к этому народу, Господь, через пророка, и говорит, что Он это сделает? Что нужно для того, чтобы это стало из каменного сердца плотяное? Ну, во-первых, это желание с ним было. Человек получил. Да, да. А как называется-то это все? Ну, вера. Вера. Должна быть. Не было веры у них. Вот смысл весь. Вера нету, и ты не можешь быть ни милосердным, ни страха может быть, а нет. Я просто смотрю, почему мы вас спрашиваем, как у вас там, ну, на работе там. Ну, и других спросили, но никого нету, видишь, они все бегут там. Левия просидела, она убежала, просидела. Ни с кем не поговорить, а с вами можно поговорить. Почему? Без вера же тоже может быть милосердным? Нет, нет, нет. Милосердный? Как он может быть милосердным без веры? Да нет. Не было веры. Ну, милосердного... Не, подожди, ну ты избранная была, ты сейчас к вере пришла. Это понятно, что Господь, Он как-то открывает. Но не всем жалко было. Ну, жалко, в каком плане? В неправильном плане. Господь говорит, вы жалейте себя. Это дщери Иерусалимские. А они плакали о Христе, что Его ведут на казнь. А Он говорит, себя жалейте. Какой-то Игнатий Тихонович, помнишь, фильм посмотрел, он еще не получил дар веры. Он говорит, веры у меня нет. Фильм посмотрел, пришел, живем неправильно. То есть, он понимал, что мы все живем неправильно. У него, видишь, по-другому. У него, видишь, по-другому. Он уже был крещеный, тем более троекратным погружением у старообрядцев. Ему не хватало познания о Христе. У меня типа такого тоже было. Господь дал мне веру в себя. Я Библию, потому что читал очень много. И на очередном прочтении, четвертом или пятом, Ветхий Завет читал. И вдруг какое-то осознание начинается. И у меня как будто кто-то говорит, а ты читаешь обо мне. И я прям смотрю, а о Боге читаю, Библию-то читаю. И рассуждаю, как будто это все так и есть. Я же историю хорошо еще знаю. И я ту историю, которую в Библии складываю к своей. Белые пятна загружаются у меня. И вдруг я... Подожди, так та история, которую я изучал, там о Боге ничего нету. Там говорится о языческих богах так. Ну, конкретно никто ничего не говорил. Что там в Венере, там остатки поклонялись, там Марсу и так далее. Ну, поклонялись, да и все прочитали. А здесь прям говорится о Боге, как это все происходило. Я с самого начала уже Библию всю знаю. Я такой раз и упал на колени и зарыдал прям. Это как предизбрание. Да, и все. И я тогда бросил, это 92-й год был, я бросил все грехи, какие у меня еще оставались. Главное, я начал бороться с матершиной. Я материться никак не мог бы. Я курить не курил, пьянку бросил, блудодеяние бросил, а материться никак. И потом попал в артель, там, к ребятам, это 93-й год уже. И они матерятся все. И мне так стыдно стало. А я как бы с ними, а я-то не матерюсь, бросаю. И я начал говорить, хватит при мне материться. Я идеолог все-таки. Они прислушивались, авторитет какой-какой. И они потом начали друг другу говорить. Так, ты с этим, с Игорехой там смотри, аккуратненько там всех гоняй. Говорят, что матерятся? Вот так. Это вот последняя была матерка. Но еще до конца не выходило все. Потому что не было крещения. Не было погружения. Только моченый был. Вот так. Такой путь сложный. Ну вот так. Каменное сердце. Сестра задала много вопросов. Хорошо отвечали. Спаси Христос. Спаси Христос. Песня Христос. Да вот есть кому-нибудь. Брат Местор поможет. Помолитесь? Не, нет, мы достойно. Из всякого истину блажить и тя Богородицу. Приснул блаженную и пленепоручную. И Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувин. И славнейшую без сравнения Серафин. Без искрения Бога слово родшую. Сущую Богородицу Тя величаем. А надо еще же прочесть. Мы не прочли же. Брат, прочитай, да? Господи, защити Родину нашу от нашествий иноплеменников. От внутренних расприй. От беззаконий, которое в тайне. И останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы они принимали мудрые законы. И всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познашив Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаятся в неближении Своем и проповедуют смел и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведные суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное Святой Библией. Проси нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог и Его. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия Авва Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды и правды Твоей. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Благодарим Тебя, Господи, за неделю прошедшую, за то, что был все время с нами, за то, что не отходил от нас, за то, что наставлял нас на каждом нашем пути, в каждом нашем шаге. Благодарим Тебя, Господи, за все. Прости, Господи, за то, что грешим против Тебя мыслью, словом или делом, каждую секунду, каждую минуту, каждый час или день, или год. И всю нашу жизнь мы грешим против Тебя, Господи, прости нас. Помоги, Господи, понять наши грехи, постараться их исправить и служить Тебе по слову Твоему, изучать его, понимать его. И не скрывать от Тебя. Слава Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Отличная молитва.